Якутия в мире Добрый день Александр, традиционно мы просим наших гостей рассказать немного о себе Можете, пожалуйста, сказать пару слов Конечно, как уже отметили, действительно, я фотограф и, скажем так, начинающий режиссер Потому что, да, в сторону видео тоже двигаюсь Почему вообще я приехал в Якутск, и почему я с вами? Потому что я именно человек, который работает в основном на севере Да, очень много отдаю этому направлению в своей жизни, да, и карьере В принципе, я был во всех северных регионах России и не только России Я снимаю быт жизни оленеводов, каюров И, в общем-то, меня очень интересуют коренные жители севера, да, и КМНС в частности Я делаю, да, проекты, посвященные именно нашей многонациональной стране То есть мы выпускаем книги В общем, двигаюсь в этом направлении, в сторону севера Звучит очень здорово и необычно И, может, поделитесь, да, с нашими слушателями Как вообще началась ваша любовь к фотографии И отдельное чувство к северу и к Арктике, да Почему именно вот такое направление выбрали? Я, на самом деле, мне сейчас 32 года А фотографировать я начал в 15 Я вот один из тех везучих людей, которые почти сразу поняли, чем хотят в жизни заниматься И вот в 15 лет я просто взял там фотоаппарат Мне нужно было сделать аватарку ВКонтакте И мы с другом, я взял мыльницу у папы Мы с другом пошли, поснимались Я думаю, блин, что-то не хватает, надо как-то попробовать улучшить В фотошопе решил цвета подкрутить Потом думаю, надо еще потренироваться Ну, как-то вот в тот момент интересно зацепило Потом все, там, пленка ушел, да, там, курьером работал 3 месяца, чтобы камеру себе купить И вот я уже там через год-полтора я прям был уверен, что я хочу быть фотографом Снимал разное, там, в городе портреты, репортажку Я пробовал все, то есть в плане работы Все время как-то перебирал, искал себя Бросал фотографию именно в качестве работы, да То есть в один момент я вообще-то там Моя последнее место работы Я был в высшей школе экономики Скажем так, занимался образовательной аналитикой Работал там 3,5-4 года где-то И в тот момент я вообще не думал, что я вернусь к фотографии Я уже, я вот туда поступил в магистратуру Собирался уже после этого там в аспирантуру В общем, думал, что вся моя жизнь будет связана с академической средой Но просто вот как будто в один год все Меня выдолкнуло в сторону фотографии А я все равно продолжал снимать, но снимал именно для себя То есть я жил в Подмосковье В довольно симпатичном месте, где озеро Там гулял, снимал Потом деньги на отпуск-то я тратил не на Таиланд А ездил именно на север Мне Скандинавия тогда была интересна То есть Фареры, Исландия, Шпицберген, Норвегия северная Мне вот эти направления хотелось поснимать Мне всегда казалось, что на севере мне лично проще снимать Я когда на юге бываю, мне тоже там интересно Но снимать природу мне сложно А я тогда только природу снимал Но мне сложно снимать южную природу Она такая хаотичная А северная природа, я прям смотрю И я сразу вижу композицию Мне кажется, что она какая-то правильная Это такое очень личное, субъективное ощущение Но мне с ней просто работать Именно как пейзажисту И поэтому я все время ездил на север В Европу в тот момент Работал в Шотландии несколько лет Даже потом именно в сфере фотографии В проекте, посвященному культурному маршруту викингов То есть я снимал раскопки викингов Книги мы тоже там делали На Шотландских островах Я там в Шотландии был больше десяти раз Я вообще планировал даже туда переезд В какой-то момент Но тоже все Жизнь, как говорится Ты какие-то планы строишь Жизнь тебя сама направляет куда надо И в один момент мне просто начали люди говорить Ой, вот ты знаешь Ты там классно так путешествуешь Ты же путешественник Кажется, что ты полгода потом в Инстаграме это выкладываешь Все думают, что ты все время в путешествии находишься Постоянно путешествуешь и выкладываешь Да, хотя это вообще было не так даже в тот момент Вот, а ты, например, в России там был Не знаю, здесь, на Кольском, предположим Я говорил, нет, а я реально в тот момент Мало где в России был Ну, а потом в один момент я думал Ну, это же неправильно Это нужно с себя начать Думаю, мне нужно самому поездить по России Узнать свою собственную страну И я начал прямо так вот целенаправленно Постарался попадать, да, там Сначала те регионы, которые более доступны были То есть там Кавказ, Кольский, Плоустров, Карелия Ну, это такие действительно доступные регионы Для жителей Центральной России Мне там понравилось, да, там На Кольском ходил в поход на Сейдозер А впервые услышал про такую вещь, как Мирячиня Очень впечатлила меня эта мистическая история Ну, Мирячиня это, скажем так, именно в русском языке Вот этот манерик, арктическая истерия, да Означающая вот эту историю Так я и впечатлился, что я подумал, блин Ведь есть что-то похожее в том, что люди Когда любят Север, вот как я чувствую в себе Любовь к Северу, и думаю, тут же жить некомфортно Тут холодно, тут много проблем Ну, как бы, тут сложнее с продовольствием А все равно людей вот тянет на Север Вот у меня тогда такая мысль была Я тогда не понимал, какими проекты мои должны быть Просто хотелось Но я вот начал постепенно как-то действительно ездить И уже в тот момент я уже полностью ушел с работы И хоть и страшно было, очень ушел Ни разу, если честно, об этом не пожалел Потому что, когда я сам себе предоставлен Мне гораздо легче То есть мне очень сложно работать Именно в системе вот такой вот ежедневной Скажем так, как творческому человеку Ну, и я как-то начал вот в эту сторону Дальше двигаться, развиваться, да То есть ездил Обо мне все больше людей, да, узнавало И профильных тоже там То есть я и для Natgeo там в России пишу Теперь уже не Natgeo, к сожалению Ну, они же ушли, да, как бренд Журнал остался Он теперь называется Russian Traveler То есть для них пишу И в общем-то как-то начал развиваться в этой среде Ну и, наверное, еще дорасскажу Как я пришел к съемкам людей или неводов В один момент я начал понимать, что Я, если еще один даже пейзаж сделаю красивый Он все равно будет просто пейзаж То есть он не несет никакого сообщения А мне хотелось уже разговаривать с людьми по-другому Я понимаю, что у меня накопилось какое-то большое количество мыслей Которыми я хочу поделиться Я понимаю, что в моих фотографиях Они эстетически хороши Да, там, ну, условно красивый пейзаж Но человек просто посмотрит и подумает красиво А я хотел вызывать уже другие мысли Хотел как-то, ну... Какую-то историю, да? Какую-то историю, да То есть какие-то чувства в людях вызывать Именно, чтобы они задумывались И вот так вот я пытался найти баланс В то же время, да, страшно же полностью радикально меняться Да, там, после того, как на природу снимал Снимал, ехать в социальный проект на заводе и снимать Ну, конечно, ты так не будешь делать И я вот начал тогда Думаю, о, оленеводы Я хочу к ним попасть Да, то есть первый раз абсолютно никто мне не помогал Ну, кроме вот друга Гани Который на Ямале в Новом Рингое работает Просто там, условно, сварщик То есть, ну, увлекается фотографией, съемками, хороший парень И вот мы с ним, там, вы втроем, еще одним парнем Мы опоздали на трекол, к сожалению Мы ехали по зимнику на обычной машине Застряли на пути туда Застряли на пути обратно Приехали к оленеводам Мы, получается, как бы без сопровождения, да То есть приехали Нам никто не помогал С самими оленеводами Была такая непростая поездка Но она меня задела Не понял, как правильно там общаться И вообще что Я решил, что надо еще раз вернуться попробовать Летом уже еще раз вернулся, да Уже получше там прошло Потом еще И вот я начал ездить И понимаю, что я у этих людей могу чему-то научиться такому Чего очень не хватает большинству людей в городах То есть, ну, во-первых, само по себе понимание Что насколько люди живут по-другому От этого, естественно, и их мышление по-другому строится, да И они действительно ближе к природе Ну, имея в виду даже не такую историю Что, вот как люди единение с природой себе представляют Ты ходишь голый, с фиговым листочком Трогаешь деревья Поешь птичкам Они тебе отвечают в ответ, как золушки, да Вот как бы на самом деле единение с природой Это совершенно другое, да То есть, и это и в какой-то степени, да Там и охота, да То есть, и как бы немного какие-то звериные чувства внутри И они в них действительно сильнее У них есть вот эта вот звериная сила Которой городские жители сейчас лишаются Как мне кажется Иногда это им сильно вредит, да Потому что в мужчине все равно должен быть там мужчина Да, скажем так А когда ты там пять дней в неделю в офисе сидишь Тебе сложно найти какую-то отдушину У вас здесь, в Якутии, в этом плане все гораздо лучше Вы ближе к природе У вас много охотников, много рыболов А в Центральной России, например Многим этого не хватает И вот я какое-то чувство, в общем-то, от людей Оленеводов, каюров получаю Которого мне, видимо, в городе не хватает И вот поэтому я и езжу и снимаю Очень интересная история, на самом деле Насколько я знаю У вас практически все проекты Связаны так или иначе с Севером и Арктикой Было бы интересно послушать о нескольких проектах ваших Ну, так скажем так Я в какой-то момент вообще думал, что я полностью должен быть сфокусирован на Севере Потом, конечно, понял, что нет И я много езжу по России в целом Я в Дагестане бываю очень часто У меня много друзей Дагестанцев, да Я люблю этот регион сильно Считаю, что там прекрасные люди Действительно Потом мне, конечно, интересно и в Бурятию И в Хакасию В буддизм немного погрузиться Скажем так, российский Вот тоже мне очень интересно Всю эту многогранность нашей страны Почувствовать и видеть Очень хочу это Но действительно, наверное, вот так вот Огромный такой Огромный пласт работы Это Север И тут у меня, наверное, больше всего Не знаю Внимание у меня, что ли, к нему Да, в творческом плане То есть я, естественно, снимаю Да, вот второй раз к вам Даже приезжаю в Якутию, получается Притом, я считаю, что уникальное место В этот раз получилось посетить Да, оленек Вот так посмотришь Очень мало фотографий у людей Мало кто там был Да, уж тем более Я снимал оленеводов Мне всегда Мне очень всегда хотелось Классно поснимать Вот именно Ну, почему я хотел к вам попасть Да, потому что я понимаю Что тунгусы ездят верхом на оленях Это же только есть у вас В Красноярском крае Ну, там есть немножко ближе Там в Туве Но все равно Вот мне это хотелось поснимать Здесь у вас Это прям можно увидеть Это прям вау Ну, и здесь я вот Вот, как сказать Фотографию, да Я развиваю Хочу, чтобы это все вышло На уровень выставок Да, при том Желательно На масштабе Да, там всей страны Чтобы на главных площадках Чтобы они по стране ездили Я вот прям хочу У меня даже мечта есть Последнее время появилась Создать собственный Выставочный центр Хотя бы небольшой Ну, то есть Как какую-то галерею Которая посвящена Будут там Природе России Жителям, да То есть вот такое Очень рад, что у вас Получилось выставку сделать Да, часто тоже Делаю на Ямале выставки В Мурманске Вот за последний год Прошли выставки Хочу, чтобы это Росло и крепчало В общем, выставочное направление Да, и мне кажется Что как раз-таки По северу Вот почему я Особенно люблю Свои фотографии севера Потому что в них Я чувствую, что у меня Получился какой-то Уникальный стиль найти Да, то есть В других я вижу Что, ну, все хорошо Но в целом Как будто Нет какой-то изюминки Фишки, да А вот тут Я прямо на севере Вижу вот эту вот Простоту, да Вот этот вот Минимализм И вот это все Я как-то хочу Прямо абсолютно Доводить И вот Ну, как Мне кажется Это более художественно Что-ли выглядит Вот, это вот Одно из направлений Второе направление Да, то есть Я хочу больше Уходить в документалистику То есть В видео Я как раз тут Там недавно Микрофильм сделал С Чукотки Хочу в принципе У меня даже так сейчас Есть желание Ну, сейчас немножко Такие времена Турбулентные Когда непонятно Там, Ютуб, не Ютуб Да, то есть Куда даже видео Как вот распространять Как правильному Но я хочу Что-то вроде формата Такого Подкаста Где я просто буду Рассказывать о путешествиях И показывать фотографии Которые у меня получились Объяснять Как что было сделано То есть И вот так вот Чтобы это можно было И слушать И посмотреть То есть Вот такое направление Тоже визуально Ну и плюс еще Там документальные Прям фильмы А потом Третье направление Которое Да, то есть Я сейчас делаю упор на книги Мы выпустили Книгу От нашего сообщества Russian Explorers К декабрю В общем-то Она вышла В декабре Она была полностью Она, это подарочное издание Оно стоит там Две с половиной тысячи рублей Это вот там Сто мест у нас про Россию Да Печать очень классная Да Очень красивая обложка Стиснение Ну то есть Это прям такое Как сказать Обычно Самый такой большой бюджет Там условно Да То, что выходит Мы два года Собирали эту книжку У нас, честно Это очень большая Заслуга именно издательства Мы ее с бомборой Делаем Это эксмо Вот И у нас Была такая Ой Что-то там Что-то там Тыкают нас Что-то нам хотят Что-то мы фото скинули Мы такие Будет ли это вообще актуально Да То есть Типа Потом бац Она выходит Всем понравилось Очень феноменально Да То есть Ажиотажная была для нас И я понимаю Что это классное направление Вот Я вот вторую сейчас книгу Уже сам делаю Отдельно И она будет посвящена Скажем так Ну у нее есть такое Рабочее название Там типа Многоликая Россия Да То есть про то Что вот Я хочу С этой книги донести Как раз таки Показать там людей Оленеводов Там Чукотку Да То есть И рассказать насколько вот Разная Бывает жизнь В нашей стране Я считаю что это Большая проблема Сегодня Что мы не понимаем Как кто живет Жители Потому что мы находимся Всегда в определенном пузыре Таким социально-информационном Да То есть мы живем Своими привычками Ежедневными Какими-то вещами И вот в городах Люди например Вообще Они не могут Там столица Не может понять регион Да Регион наоборот Гонит на столицу И у нас Сейчас Потеряно Ощущение общества И единого целого Я считаю что это Большая проблема Потому что Вот даже банальный Пример Сколько творческих людей Уехало из нашей страны Вот в этой панике Почему так произошло Потому что Они не понимают Что Есть общество И что их Что они могут Заниматься творчеством Это на самом деле Заслуга Тех же регионов Огромных трудов Логистики Продовольственных Да И они не понимают Что если бы Эти базовые потребности Не были удовлетворены Другими людьми Они бы не смогли Творить Они бы не смогли Сидеть за дизайн Ну там за ноутбуком И делать дизайн Или фотографии И ну я например Чувствую огромную Благодарность Жителям нашей страны Потому что Благодаря им Я могу заниматься Творчеством То есть Мои родители Например Мели меньше Здесь как бы Возможностей Чем я Я так меня вот Задевает Когда люди Еще и это не оценивают Да То есть Поэтому Я хочу Показать обратное Я хочу показать Важность того Чтобы мы понимали Как люди по-разному живут Но при этом Что мы все взаимосвязаны То есть вот Поэтому вторая книга Вот а будет об этом Именно о разных Людях России И еще есть проект Прям вот конкретно Про север-север Но это такой долгосрочный Я честно не знаю Когда это выпущу Но я очень долго Да уже над этим работаю Года два точно Я пишу художественную книгу Посвященную она Событиям Казымского восстания Это в Югре Там с 32 по 34 год В общем-то Советизация Да И вот Этот случай Один из самых известных На самом деле Да Когда Условно Новая система Да Приходит в старую Архаичную Да Еще называют Казымское восстание Там шаманским восстанием Ну в принципе Это отчасти правда Я Скажем так Много читаю Но я Это делаю Не как документальное Какое-то А именно Вот просто Беру конкретно Вот это место Да И туда Художественный Свой Ну свой Как бы Вымысел Туда Погружаю В общем-то Это художественная книга Про двух людей Про двух молодых мужчин Да Один со стороны Ханты народа С шаманской болезнью А второй Со стороны ОГПУ Моя идея Ну скорее Наверное сейчас Я чувствую Что главный Какой-то ее посыл Это в том Что Как иногда бывает Сложно сделать выбор И как потом С этим выбором Надо Скажем так Всю жизнь жить И все равно Пытаться прийти К миру в себе То есть И даже Кстати В этой книге Все события В основном Будут Да То есть Главная часть Это именно Югра Но Последняя часть Книги Она будет На Колыме То есть Ну я думаю Что наверное В Якутию Помещено Ну где Вены Потому что На самом деле Вот кто был Участвовал В этом шаманском восстании Да Их Многих сослали сюда То есть Ну конкретно Сюда Сюда Не знаю Но их условно Сослали на Дальний Восток На Колыму Там тоже В общем Я пока не буду Рассказывать У меня сюжет готов Вот по моим ощущениям Процентов Это на 90 уже Мне просто нужно Так вот Выделить время Да И каждый день Сидеть за этим Пока немножко Не до этого Но я думаю Что к этому приду Тоже в течение года На самом деле Очень впечатляет Такие разносторонние проекты Но при этом Чувствуется Что Это делает человек Который Очень любит Свою страну И хочет Чтобы В ней Было больше Созидания Да На самом деле Очень впечатлена И надеюсь Что Увидим Скоро Вашу Книгу Фотокнигу И художественную Книгу Тоже Также Вы говорили Про выставки И как раз 21 марта Вы открыли Здесь свою выставку Пару слов Об этой выставке Что это за выставка Чему она посвящена Также Я второй раз Приезжаю в Якутию И вот В первый раз Я познакомился С Илан И узнал Про ее творческое Объединение Кандыкан Мы вместе Ездили К стойбищу Осикад По имяконскому Лусе И привозили им Спутниковый интернет И я заодно Все это снимал В общем Это была классная Поездка И мы очень Раздружились Да И вот В принципе Этот приезд Также Был организован Благодаря Илан И ее творческому Объединению И эта выставка Была сделана Благодаря творческому Объединению Кандыкан И фонду развития Инноваций Якутии Ну мы просто хотели На самом деле Сделать Классную Интересную Историю Про север То есть я собрал Там 19 снимков Сделаны В разных регионах Севера Это Ямал Чукотка Якутия Прошлая поездка И мы их Представили В доме Кулаковского Да Чтобы Ну я хотел Чтобы люди Посмотрели Как оленеводы Живут на самом деле Да То есть это выставка В целом Именно больше Про Как мне кажется Жизнь оленеводов Такое ощущение Я бы хотела Пользуясь случаем Да Сказать нашим Слушателям Что эта выставка Открыта До 11 апреля В доме Дружбы народов Имени Алексея Лисеевича Кулаковского Поэтому вы Также спокойно Можете Подойти туда И познакомиться С творчеством Александра Да Приходите Я буду очень рад И Александр Вы как раз таки Сказали Что уже второй раз В Якутии Да Хотелось бы Наверное Услышать от вас Про Ваши впечатления О Якутии Было ли такое Например Ожидание Реальность Да Какие-то такие мысли И Приедете ли вы Еще В Якутию Ой У меня прям классный Есть для вас рассказ Об этом Когда я в первый раз В Якутию поехал Мы ездили там С Ильей и Аленой Они там Тревел Якутии В тот момент Делали проект И Мне ребята говорят Ты типа не понимаешь А масштабы То есть Там Что сколько добираться Да Я думаю Да что я не понимаю Я и в центр Камчатки Ездил там Через Да И На Чукотке был Ну Че я типа не видел Какие размеры У нас в стране есть И я в итоге Реально не понимал То есть Я когда мы Приехали И с Якутска Сортанули Да До Ими Кона На машинах И это еще Мы мало там ждали Паромов Нам провезло Да И я просто понимаю Думаю Офигеть Вот это прям Огром Вот это реально Огромные размеры Я таких никогда не видел И вот это было как раз Такой диссонанс Некий Да То есть Я прям почувствовал Думал Нет Якутия Реально огромная У меня ощущения были Потрясающие Именно вот На трассе Калыма То есть Мы едем Да Поздняя осень Такое все рыжее Синий цвет Вот этот холодный Да И такие уже сопки Немножко В В снегу И Меня прям накрыло Какими-то своими ощущениями Сильными Мне очень понравилось Ну Мне хотелось Седьмой приехать Да Как-то Вот получилось Что Ко Днюю Лениеводу Там Я не могу сказать Что у меня классно получилось Поснимать природу Потому что все-таки Зимняя природа Именно конкретно В Ленинке Да То есть Она Ну сложноватая И плюс Я был несколько дней Мало То есть Надо туда приезжать Скорее всего В августе-сентябре Когда река открыта Да И вот эти все берега И когда можно Куда-то съездить подальше Вот тут все было Вокруг мероприятия Но мне очень понравилось Снимать Лениеводов Там Во-первых Потому что Я тут прям чувствуется Что Как же объяснить-то Жизнь поселка Сильно связана С оленеводством И оно не про То есть Человек как бы Бат Там ты его в музее Встречаешь На следующий день Он на олене едет Да И это Классно Там сами оленеводы Должны довольно Открыты К съемкам Да То есть К общению Мне Анатолий Прокопич Говорит Ты так красиво Семена снял Ты че меня так красиво Не снял Я не привык к этому Потому что Оленеводы Обычно не любят Фотографироваться Они закрытые люди Я такой думал Вау Вот это здорово Да Ну и я думаю Что это не последний Мой пресс в Якутию Я бы хотел еще Скажем так Мне нравится Масштабировать проекты Да Я надеюсь Что мы с вами еще Ну с вами как с регионом Да Сделаем какие-то прям Ну крупные может выставки Может какие-то еще Да там проекты На стыке смежных дисциплин Да То есть может на какой-нибудь форум Да Но я очень хочу Чтобы вот Как-то может еще там И приехать И сразу же там И масштабную выставку сделать Да И еще что-то В общем Так что Надеюсь И надеемся Что все получится Да Я уверен Что все получится Да Уверена Что все получится Александр Поздравляем вас С открытием выставки Спасибо И надеемся Что еще больше проектов Будет связано с Якутией Всегда Я тоже надеюсь Да Всегда вам рады Желаем вам успехов Вдохновения Да И понимания Со стороны друзей Семьи Чтобы всегда была поддержка Ваших проектов Спасибо вам большое Вам тоже желаю Я считаю Что Якутия Очень большие Ну Как регион Как жители Как сообщество Очень большие молодцы Которые Обращают внимание На свою этническую Принадлежность Да Которые Уделяют много Внимания Своей культуре Да И возрождают ее И в Якутии Это был Александр Мазуров Пейзажный И тревел-фотограф Спасибо вам огромное За участие В нашей передаче Для вас сегодня работали Екатерина Голикова И я Савина Данилова До новых встреч Якутия Якутия В мире Савина Данилова